ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ Нашел прошение Владимира Ульянова об уходе из Казанского университета, написанное им в 1887 году после сходки казанских студентов. Ценнейший документ оказался фактически выброшенным. Этим человеком был Ефим Бушканец, студент-фронтовик, который в будущем станет краеведом, литератороведом и следователем больших работ по истории Казани, неизвестных фактов о писателях и других деятелях. В этом году ему исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Юбилей ученого в Казани отметили скромно. Это сделали его коллеги-филологи, сотрудники музеев и круг семьи. А ведь он сыграл большую роль в становлении музейного дела, тогда еще в татарской АССР. Популяризации Казани не только в научных и литературных кругах. Благодаря Ефиму Бушканцу, когда-то о Казанском университете и Казани написали свои произведения Евгения Евтушенко и Вениамин Каверин. А еще Ефим Григорьевич открыл для большой аудитории истории о Казанском периоде Льва Толстого, Василия Качалова, Гарина Михайловского, Владимира Короленко и многих других. Бушканец был редактором краеведческих сборников. Он стал автором первого в послереволюционные годы путеводителя по Казани, очень популярного издания. Он помогал начинающим краеведам, организовывал лекции и кружки для школьников, привлекал казанцев для исследования края. Эльвина Минобуддинова расскажет об ученом, открывшем казанцам факты, которыми мы сейчас гордимся. Подарили родители. Это 36-й год. Здесь написано старшему сыну на память ко дню рождения от мамы и папы. 36-го года. Все в том же виде. Канцелярский нож для разрезания бумаг перед чтением книг, ручка и очки в футляре. С особым трепетом хранит все самые ценные вещи отца, дочь Ефима Бушканца, Ли Бушканец. Он родился в Перми. В Казань переехала семья бушканцев только после гражданской войны. Спустя некоторое время одним из главных дел жизни Ефима Бушканца станет прославление Казани. Еще когда он был школьником, он стал заниматься биографией Толстого. Это такой стимул для школьников начинать заниматься наукой, еще когда они учатся. И он нашел несколько документов, которые были связаны с Толстым в Казанском архиве. Потом он нашел еще целый ряд очень интересных документов. Уже когда был студентом университета, он уже вернулся с войны и пришел в Казанский архив и обнаружил, что архив переехал. Только что буквально и уборщица лениво подметает документы, которые выпали, которые валяются на полу. Он поднимает один документ, прошу исключить меня из числа студентов университета и дата знаменитой сходки казанских студентов. Поднимает вторую бумажку, а на бумажке написано, что это подпись Ульянова. И после этого уже была отправлена телеграмма в Москву. Представляете, что такое было в 46-м, по-моему, это было году, или в 47-м, найти документ, подписанный Лениным. Филолог, краевед, профессор, ученый и настоящий поклонник русской литературы. Множество званий, видов деятельности и все это в одном человеке. Ефим Григорьевич Бушканец. Еще школьником он участвовал в работе литературного кружка. Искал документы, связанные с Казанью. Золотым аттестатом после школы в 40-м году Ефим Бушканец становится одним из первых студентов возобновленного филологического отделения Казанского университета. Но ненадолго. Осенью 41-го отправляется на фронт. Вернуться к учебе и архивным разысканиям ему удается только в 45-м. Когда он вернулся, он вернулся снова в университет, который вообще любил и ценил безумно всю свою жизнь. И меня вырастил в атмосфере почитания и любви к университету. Но он закончил университет параллельно с тем, что он уже работал заместителем директора Национального музея. Тогда это был Краевический музей Республики Татарстан. Он был заместителем директора Музея по науке к тому времени уже. Но в университете он не остался. Вот он работал там. А потом в середине 60-х годов был приглашен заведующим кафедрой в Казанский педагогический институт. Ефим Бушканец публиковал в казанских газетах, научных сборниках, материалы на тему «Русские писатели и Казань». Стал инициатором и редактором краеведческих сборников, а также автором первого путеводителя по Казани. Обладал Ефим Бушканец уникальной особенностью. Он открывал Казань для окружающих. А в их числе удавалось быть и известным людям. Благодаря впечатлениям от города Евгений Евтушенко пишет поэму «Казанский университет». А писатель Вениамин Каверин «Роман перед зеркалом». Оксман рекомендовал Вениамину Каверину, когда Каверин писал один из своих романов, обратиться именно к Ефиму Легоричу. И Каверин написал роман, действие которого частично в Казани происходит «Перед зеркалом». Один из лучших его романов. И именно Ефим Легорич водил его по Казани, показывал ему Казань. Когда Евтушенко писал «Казанский университет», то он тоже обращался к Ефиму Легоричу. И он водил его по Казани. И есть легенда, что Каверин поцеловал меня. Мне тогда три года было в правую сечку, там, в Тушанку влево. Еще студентом бушканец стал инициатором создания музея «История Казанского университета». Одной из главных задач филолога было восстановление связи Казани с известными именами. Всего того, что мы знаем, на самом деле, не было тогда. Это было неизвестно. То есть каждый раз приходилось восстанавливать связь Казани с этими именами. И, я говорю, это и Чехов, это и Толстой, собственно говоря, вот с этого все начинается. Это Маяковский, Чириков, это Гарин Михайловский. А самое важное сейчас, мы готовимся к юбилею Толстого, к 200-летию со дня его рождения. И все время говорим о необходимости полноценного музея, посвященного Толстому, и изучению пребывания Толстого в Казани. Но первая и единственная книга и вообще главные работы о Толстом и вообще тот, кто вернул имя Толстого в историю Казани, это был, конечно, Ефим Григорьевич. Опубликовать книгу о Толстом тогда не позволяла цензура. Удалось издать только в 21 веке. Исследования бушканца при жизни публиковались в издательстве «Наука» в Москве и Петербурге, в крупнейших научных журналах, в сборниках по Волжье. Всего им было написано более 200 работ. Папа говорил, что вот около 70 раз он делал такие вот очень важные открытия архивные, связанные с документами. И говорил каждый раз, что это счастье найти какой-то редкий документ, редкий материал. И он около 70 раз был счастлив в своей жизни. В архиве Лии Бушканец сохранилось множество фотографий. Многие из них были сделаны самим Ефимом Бушканцем. Фотография была одним из его хобби. Он делал снимки тех, кто приезжал в Казань. Ефим Бушканец одним из первых начал изучать связь города и русской литературы. Но помимо этого он был преподавателем. На первом курсе он заводил такую тетрадь для каждой группы, как в советующей кафедре. И он всегда ходил на занятия, приходил на все экзамены. И там отмечена была эволюция каждого студента на протяжении тех лет, пока он учился. И они на заседаниях кафедры все преподаватели обсуждали, что лучше дать этому студенту, как его развить. Он сдал эту сессию лучше или хуже. Ну, говорят, что преподавателем он был очень интересным. И кафедра была русской литературы совершенно замечательная. Он был преподавателем не только в университете, но и в семье. Если говорить о том, как учили меня, то мы с ним очень много гуляли. И он рассказывал мне все про историю литературы, про историю Казани. Но не только об этом. Я очень хорошо помню, он очень увлекался наукой, собственно говоря, популярной химикой и физикой. И он приносил из университетской библиотеки для меня специально вот эти очень популярные книги. Я помню, что мы промывали муку, чтобы делать клейстер, например. Мы смешивали чего-то, хотя он был филологом. Разносторонность и эрудированность отца передалась Ильи Бушканец. По его стопам продолжила литературовеческие исследования, стала филологом и преподавателем. Григорий Наумович при этом стал, соответственно, его преподавателем. То есть одному другу пришлось принимать экзамен у другого. Один еще студент, другой уже преподаватель. И Григорий Наумович поставил ему четыре. Он говорит, ну ты же понимаешь, я не мог поставить тебе пятерку. Вместе рука об руку. Они дружили со школы, писали научные работы, настоящая университетская дружба. Один филолог, другой историк, Ефим Бушканец и Григорий Вульфсон. Каждый день, абсолютно каждый день, в семь вечера, потому что они уже были в возрасте, в 60-70-е годы, они звонили друг другу. И все знали, что нельзя в это время звонить, это совершенно бесполезно. Например, на полтора часа. И обсуждали все события города, университета и так далее. Это вообще особая дружба, которую приводили как пример особой нашей университетской жизни. Вот у нас Бушканец и Вульфсон дружат. И каждый из них был отдельной личностью, очень интересной. Начинали они обычно уже в возрасте, повторяю, каждый был. Начинался этот разговор. Гриша, ты как? Едва сижу. Фима, ты как? Ой, я тоже едва сижу. Значит, начинается все с жалоб, а потом активнейшее обсуждение. А вот в твоей статье тут суровое, совершенно нелицеприятное. А вот там-то, 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 а вот ты не помнишь, как там, а вот я тебе подскажу, там в архиве надо посмотреть. И увлечены все, никакого едва сижу нет. Любовь к городу и университету были основным двигателем в работе Ефима Бушканца. Он проложил начало новому направлению науки, литературному краеведению. Всю свою жизнь он служил Родине, возрождал имена известных людей и их деятельность на странице истории Казани и Казанского университета. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели. Более 1200 добровольческих объединений действуют в Татарстане. Волонтерскую деятельность вовлечены 125 тысяч человек. Они задействованы в разных сферах экологии, медицине, спорте, социальных проектах, культуре. Татарстан четыре года подряд становится победителем Всероссийского конкурса поддержки добровольческих инициатив «Регион добрых дел». 5 декабря отметили Международный День Добровольцев. В Казани наградили победителей республиканские премии в сфере волонтерства «Добрый Татарстан». Торжественная церемония прошла при участии президента республики Рустама Миниханова. В числе победителей студенты Казанского федерального университета. Главный приз Гран-при волонтер года Татарстана также получил представитель КФУ. Это студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Хусейн Амар Сафалуддин Хусейн. С ним мы сегодня и побеседуем. Здравствуйте, Амар. Здрасте. Поздравляем вас с победой. Ну и расскажите все-таки как вас оценивали такая высокая награда из рук президента Вами была получена. Та оценка, которую я получил от президента Татарстана Моноргалевича Мениханова для меня это гордость. Но я так уже там и сказал, что я не единственным победителем. Я считаю так. Победитель это команда. В этой команде это все добровольские движения Республики Татарстан. И нас очень много добровольцев, волонтеров. и я думаю это самое главное гордость. Поэтому оценка была то на результате и объем работы, который был сделан за период волонтерства и добровольца. Конкурс в общем очень важен, очень хороший почему? Потому что сегодня и тем более сегодня ситуация мы нуждаемся в тем, в чем что мы все были едины, помогали друг другу, это очень важно. Поэтому выявить такие ребята, которые готовы помогать, готовы быть там, где нужна помощь, и делает на них небольшой фокус, я думаю, это и есть этот фокус особенно, это поддержка не только на уровне, руководитель волонтерской движения, уровня президента Рустама Галевича и уровня президента страны Владимира Владимировича Бутина, в нашем университете это вделяется очень тоже большое внимание со стороны ректора, со стороны добровольческих центра КФУ, который активно тоже занимается донорством, помощь, гуманитарная помощь и так далее. А вот вы за этот уже уходящий год, расскажите об основных проектах, в которых принимали участие. В качестве добровольцев в проектах много, но все они объединены в одной миссии, это помощь. Если говорить про наш добровольский центр КФУ, мы часто организовали акции донорства, акции по плазму, кровью. У нас было несколько раз тоже акция по гуманитарной помощи ЛНР, ДНР. Были акции связаны с помощь тоже животных и так далее. Волонтеры-медик я как волонтер продолжаю тоже работать. У меня есть команда, которые работают вместе с врачами, помогают там, где нужна помощь, если нуждается. В молодежь Куниев, то самый, наверное, такой яркий случай, я с ними в составе гуманитарной миссии побывал на освобожденных территориях. это была Херсун, Херсунская область, Донбасс как медик. Моя работа была чисто гуманитарной миссией, где я находился в гуманитарном центре. Моя задача это как медицинская, так как я медик. А вот сейчас в мире ситуация такая, по-разному относятся и к россиянам, и к людям, которые в России оказывают помощь, тем, кто нуждается. А вот как ваши родные отреагировали на вашу поездку? Вы знаете, что для медика и для добровольца, для любого добровольца, а тем более для медика, это сделать свою работу, несмотря где это она, кто человек, который нуждается в нее. И это, наверное, принцип, главный принцип у врача и вообще медика. Поэтому я находился там не просто типа это круто, поехали, потому что фокус особенно в России это большой сейчас на этом. Нет, потому что я сознаю в своей профессии долг перед людьми, которые нуждаются особенно в медицинской помощи. Поэтому родители это знают. я всегда тогда, даже когда год назад участвовал в зоне ЧАЭС в Республике Сахар-Якуте, тут тоже была встреча с вами, они об этом знают, они знают, что АМАР может в любой момент оказаться там, где опасно. поэтому родители особо на маму она ее сложно объяснить, но в конце концов она понимает о том, что это врач и не только просто врач, это врач, который действительно сознает своей профессии и готов помогать там, где он нужен. Все просто. Ну и завершение планы ваши на будущее. Я думаю, что вы продолжите заниматься добровольчеством, может быть в карьерные перспективы какие-то у вас обозначены. Заниматься добровольцем и волонтерством и вообще помощь людей она не ограничивает какого-то какие-то должности там или работы и так далее. Дальше я буду тоже дальше продолжать в первую очередь эту учебу. Планирую идти в микрохирургии. А помощь она будет со мной навсегда. Это очень важно. Я всегда говорю об этом, что помощь людям она не должна быть ограничена в какой-то должности или профессии или работы. Всегда у всех есть возможность помогать. дальше я дальше буду заниматься и стараться уже больше и больше расширять уже планируя свои проекты и так далее и так далее. Где я могу оказать это и оказать добровольские или просто оказать помощь уже более расширенном варианте и более эффективно. Большое спасибо. Надеюсь, у вас все получится. И наша традиция раз в год видится после ваших больших достижений у нас обязательно продолжится. Спасибо. Спасибо. Эффективный и безопасный способ терапии онкозаболеваний разрабатывают ученые Казанского Федерального Университета. Научный сотрудник Института Фундаментальной Медицины и Биологии Дарья Чулпанова выяснила, что один из белков способен активировать иммунные клетки человека. Новый способ, если он окажется удачным в ходе опытов, позволит добиваться необходимого эффекта с помощью меньших доз препаратов, которые используются в современных методах генноклеточной терапии. Сейчас Дарья работает над проектом под руководством директора научно-клинического центра презенционной и регенеративной медицины КФУ Альберта Резванова и ведущего научного сотрудника лаборатории Валерии Соловьевой. Полученные молодой ученой из генномодифицированных клеток так называемые визикуы Эта структура внутри или снаружи клетки состоящей из жидкости уже доказали свою способность активировать иммунные клетки человека Они убивали клетки рака молочной железы Как работает новый метод в чем его уникальность выясняла наша съемочная группа Мы растим в таких пластиковых контейнерах у них находится среда это то что клетки едят Так научные сотрудники исследуют генетический аппарат клеток из жировой ткани человека С помощью них можно получить этерликины которые способствуют лечению раковых заболеваний Это клетки из жировой ткани человека Обычно выделяем стволовые клетки после очень простой процедуры типа липосакции то есть многие сейчас прибегают к этому и это простой источник где мы можем просто выделить стволовые клетки которые довольно неприхотливы в культивировании Злокачественные опухоли управляют клетками иммунной системы Зачастую новообразование подавляет их значимую функцию Они уничтожают клетки что приводит к генетическим заболеваниям В таких случаях вернуть иммунную систему в рабочее состояние могут рекомбинантные белки Это результат новых комбинаций генов которые формируют ДНК Например сложно растворимые белковые молекулы называемые интерлекинами Их часто используют для лечения рака почек Это краткое название содержит в себе очень большой и сложный комплексный подход в котором мы используем столовые клетки которые выделяем из пациентов и затем генетически модифицируем их так чтобы они делали много белка интерлекина-2 Применение большого количества интерлекинов в лечебной практике может привести к значительным побочным эффектам Это отек легких повреждения клеток печени и почечная недостаточность Решить эту проблему хочет научный сотрудник OpenLab Дарья Чулпанова Она разрабатывает новый способ лечения онкозаболеваний с помощью того же самого рекомбинантного белка иммунной системы интерлекин-2 Только ее метод позволит добиться необходимого терапевтического эффекта с помощью меньших доз препарата Сложность в том что если вводить много интерлекина-2 человеку могут быть значительные побочные эффекты и поэтому его с осторожностью применяют в лечении обычных пациентов которых не совсем тяжелой формы мы разрабатываем технологию в которой из этих клеток генетически модифицированных выделяем визикулы Вначале Дарья генетически преобразует стволовые клетки полученные из жировой ткани пациента это она сделает с помощью безопасного вируса так чтобы они стали производить в больших количествах белок интерлекин-2 Далее полученные белки она снова ведет в организм пациента интерлекин будет направляться к опухоли и выделять лекарственный белок большое количество интерлекина-2 простимулирует иммунную систему заставляя ее бороться с опухолью при этом эффект не будет распространяться на удаленные от опухоли органы и ткани организма однако стволовые клетки в организме человека могут превращаться в нежелательные типы клеток когда мы исследовали клетки то есть то из чего мы отделяли визикулы мы обнаружили что они влияют не только на те клетки которые убивают опухоль но и на другие клетки иммунной системы которые подавляют наоборот противопухоли иммунный ответ чтобы избежать побочного эффекта в виде образования нежелательных клеток молодая ученая будет использовать визикулы иными словами она создает шарообразную упаковку для интерлекина которые будут вырабатываться всеми клетками организма и переносить белки родительских клеток использование визикул является более перспективным и непобочным методом борьбы с раком подобный способ Дарья уже использовала при лечении рака молочных желез у животных по словам ученых ее разработка способствовала гибели нежелательного новообразования визикулы которые мы выделяли и уже использовали для переноски белка они не влияли на эти клетки что позволило нам предположить что они даже позволят нам избежать побочных эффектов работа над разработкой безопасного способа терапии онкозаболеваний будет продолжаться Дарья вместе с научными руководителями Альбертом Резвановым и Валерией Соловьевой хотят перейти к опытам на более крупных животных но для этого шага им необходимы финансирование поэтому лаборантка будет участвовать с проектом на различных конкурсах Алина Красильникова Эльвира Замалединова Никита Акиншин КФУ Итоги недели Как казанцы сами могут стать волонтерами узнаете через несколько минут также во второй части программы Коррупцию можно победить если организовать правовое просвещение Активное студенчество говорит нет как в КФУ отметили Международный день борьбы с коррупцией Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью Индикатор нравственности и духовности как исследователь русской культуры Дмитрий Лихачев связан с Казанью Новый благотворительный проект Ёлка Добра стартовала в Высшей школе журналистики и медиа коммуникаций КФУ Акция реализуется совместно с общественной организацией Приют человека Здесь не только дают ночлег и питание бездомным людям но и проводят их социализацию оказывают психологическую социальную юридическую и медицинскую помощь Инициаторами акции стали сотрудники кафедры связи с общественностью и прикладной политологии Около кафедры установлена ёлка с красными конвертами В каждом из них указано какой сладкий подарок может принести каждый живающий Из сладостей сформируют подарочные наборы для 45 жителей приюта Также можно принести одежду обувь белье технику Все это передадут волонтерам общественной организации Присоединиться к акции могут не только сотрудники КФУ но и казанцы О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе расскажем в дайджесте Казанский федеральный университет представил свою программу развития на заседании комиссии Миноборнауки по защите отчетов о результатах реализации программы «Приоритет-2030» Доклад сделал ректор КФУ Ленар Сафин Напомним, годом ранее Казанский университет получил специальную часть гранта федеральной программы Начни карьеру на Совком Дэй Такое мероприятие прошло для студентов КФУ Это лекции, бизнес-игры, мастер-классы и возможность пообщаться с HR-специалистами Кроме того более 100 участников смогли ознакомиться с актуальными вакансиями работодателя Мероприятие направлено на то, чтобы увеличить насмотренность студентов на Совком Банк То есть сегодня мероприятие такого профессионально-ориентационного характера Сегодня студенты увидят что такое Совком Банк какие направления работы в нем имеются И затем после мероприятия уже студенты узнают о всех вакансиях которые есть на данный момент Международный день борьбы с коррупцией отметили на этой неделе и в Казанском федеральном университете Так в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялось ток-шоу Активное студенчество говорит Нет коррупции Здесь обсудили три вопроса Санкции против России Возможное повышение уровня коррупции Насколько сильно повысилось число коррупционных преступлений И стоит ли ужесточить уголовную ответственность за коррупцию Коррупцию можно победить если организовать правовое просвещение Воспитать в каждом человеке негативное отношение к коррупции На самом деле очень важно Поэтому мы в Республике Татарстан начиная со школьного возраста с детей начинаем воспитывать в них уважение к честности уважение к закону уважение к справедливости Галлоконцерт фестиваля Национальное достояние прошел в КФУ Его участниками стали творческие коллективы и отдельные исполнители обучающиеся высших, средних, специальных учебных заведений ученики 9-11 классов школ Приволжского федерального округа Отметим, что в оргкомитет фестиваля поступило более 100 заявок от участников из Татарстана Башкортостана Мариэл Саратовской области и Мордовии Мы же все равно считаемся родными народами Это наша идентичность в наших костюмах в наших речах как мы разговариваем и как мы себя ведем Это наша история Абсолютным победителем международного турнира естественных наук стал первокурсник химического института имени Бутлерова Булат Гайнудинов На турнир он поехал в составе команды института но в личном первенстве он стал лучшим Сегодня мы побеседуем с победителем Здравствуйте, Булат Здравствуйте Расскажите о самом турнире где он проходил кто был его участником Данный турнир проходил в Санкт-Петербурге на базе СПБГУ и среди участников были команды студентов из разных вузов из всей страны Вы поехали команду от химического института если я правильно понимаю кто был в команде? В команде были студенты химического института мои одногруппники с которыми мы прошли длинный путь начиная с олимпиад и вот заканчивая турниром Длинный путь это имеете ввиду со школы потому что вы все первокурсники Да А сражаться приходилось с ребятами постарше вообще не страшно было? Вопрос довольно интересный но как такого страха мы не испытывали потому что борьба была на равных и в этой борьбе мы ничуть не уступали А какие дисциплины включал турнир? Это турнир естественных наук поэтому он включал в себя задачи по физике инженерии по медицине по биологии по химии и из аэрокосмической отрасли А какие вы задачи решали? Я так думаю прикладные, да, скорее? Да сам турнир заключается в решении прикладных задач и разработке новых методов А вы что? Какие задачи решили? Какие-то методы, может быть? Конкретно я предложил способ по упрощению переработки пластика В настоящий момент очень трудоемким процессом является его сортировка по цветам перед самой переработкой и мой метод позволяет этого процесса избежать он позволяет обесцвечивать все бутылки Интересно А кто был в жюри и кто вас оценивал? Среди жюри были научные сотрудники из различных институтов в том числе сотрудники биологического факультета МГУ сотрудники СПБГУ и также представители частных компаний например фармацевтической компании Биокат А как вообще у вас шла подготовка к турниру? Кстати, по-моему у вас в команде девушки да? И вы один парень В нашей команде было три парня и две девушки А, даже так И как шла подготовка к турниру? К турниру нам помогали подготовиться наши наставники это научные сотрудники химического института Они в прошлом тоже были участниками турнира и поэтому могли поделиться с нами своим опытом А все-таки вот вы уже рассказали о своем предложении о своей разработке Дальше вы как-то будете эту работу вести? Или может быть к вам уже обратились из реального сектора экономики кто-то? Пока к нам никто не обращался но идея скорее всего останется на уровне концепта Почему? Потому что несмотря на то, что турнир предлагает решение прикладных задач Мои интересы лежат далеко вне турнира и я предпочитаю заниматься другими областями Какими? Больше всего меня интересуют исследования на стыке биологии и химии например в области химии белков А вот расскажите почему вообще так химией увлеклись и почему выбрали именно Казанский федеральный университет? Химией я увлекся пожалуй в третьем классе Тогда я заинтересовался минералогией и в какой-то момент мне стало интересно из чего же состоят минералы Вероятно как раз в тот момент я и стал заниматься химией но встал на ее путь окончательно где-то в восьмом классе Выбрал КФУ потому что здесь у меня есть полная творческая и материальная свобода и здесь я могу пользоваться любым оборудованием которым захочу и выбирать направление моего развития Ну все-таки скажите что нужно сделать с ребенком чтобы ему показать чтобы он в третьем классе заинтересовался химией Думаю это зависит от ребенка опять же Ну как вы увидели по телевизору вам кто-то показал или что это было или вы прочитали где-то Я просто смотрел научно-популярные передачи и различные мультики например есть хороший мультик смешарик и пин-код который на довольно понятном и простом уровне объясняет молодой аудитории интересные аспекты науки Ну так вот может быть стоит посмотреть мультики всем нам Большое спасибо за интересную беседу Поздравляем вас Спасибо Феномен поверхностного восприятия информации Такое явление в последние годы фиксируют специалисты Это когда растущий поток информации в интернете приводит к тому что все больше людей не читают новости дальше заголовка Недавно в такую ловушку попал самый богатый человек планеты Илон Маск Он перепостил в своей социальной сети фейковую новость о несуществующей передаче прочитав только заголовок Ученые разных стран мира говорят о проблеме Люди все чаще читают лишь заголовок и все реже саму новость Несколько лет назад исследования показали Из 10 американцев читающих новости в соцсетях лишь двое читают саму новость проходя по ссылке Остальные 8 читают только заголовок в ссылке Сейчас эксперты пытаются выяснить причины явления понять чем оно грозит и как решать проблему Среди причин поверхностного восприятия информации называют сразу несколько факторов Один из них психологический феномен который исследователи называют излишняя самоуверенность читающего Чтобы не попасть в число таковых предлагаем окунуться в новость неделя которую для вас тщательно подбирает мой соведущий Леонид Толчинский В потоке информации он выделяет главное И снова с вами смотрите сами Большой медийный скандал недели связан с прекращением вещания одного оппозиционного российского или не совсем российского телеканала в странах Свободной Балтии Сам этот канал некогда 12 лет без особых проблем с некоторыми всплесками пиар-скандалов мол нас в России зажимают но все же без последствий вещал на территории нашей страны Будучи объявленным иноагентом канал отправился всей редакции в столицу Латвии где по всей видимости было ближе и к хозяевам и к заветной цели свободно и без всяких там козней вещать всю в их понимании правду-матку на головы заблудших россиян и вдруг случилось такое и не через 12 лет а всего через пару месяцев после прибытия в столицу одной из стран свободного мира пару неаккуратных фраз в прямом эфире которые не сильно понравились правдорубам из Европейского Союза и канал в одночасье лишился вещательной лицензии был заблокирован по всему периметру свободолюбивых стран Прибалтики подвергнут обструкции на всех уровнях тамошней власти и фактически изгнан из страны вот те и свобода по иронии судьбы все те же еврочиновники в эти дни поставили под запрет 4 российских телеканала а светоч высоких технологий ютюб заблокировал вещание балканской редакции Russia Today тому оппозиционному каналу в пору бы кричать а нас-то за что а вот за что братцы те самые западники что как говорят народе учили нас долго и методично как не надо ковырять носу что такое святое право на свободу слова превозносили свобода мысли и требовали от всех нас не притрагиваться к тем источникам медиа которые отражают иные нежели приятные власти точки зрения именно те самые европейские светила медиа демократии однозначно угасли свобода мысли хороша только в двух случаях если она не противоречит собственному пониманию происходящего и если она не исходит от выходцев из России а там уже что ты за канал первый или какой-то мокрый никого не волнует либо живешь и создаешь контент из заранее прописанных смыслов либо дуй в бан кроме того в очередной пакет санкций Евросоюза попали пару сотен человек из России причастных к медиа тут уже на борьбу с исключительно пропагандистами ничего не спишешь просто действует правило любой российский медийщик достоин санкций если он российский такие правила давно действуют в спорте где квоты на людей с отклонениями есть а россиянам нет места в принципе на мировых площадках такие правила действуют в культуре экономике финансах медицине но чем медиа особенные вот и их в полной мере затронул принцип запрета на все российское а оппозиционный ты или сильно позиционный это мало кого волнует почему я об этом сегодня говорю столь акцентированно да для еще одной иллюстрации необходимости в корне менять свои подходы в организации реализации медиастратегий и внутри страны и вовне пока же наши телеканалы из числа даже тех что уже попали под санкции кажется так ничего и не поняли мы уже говорили об особенностях их сеток вещания в прайм тайм на неделе они прозрели и решили вернуть в эфир того же прайм тайма проект пусть говорят с такими на сегодняшний день важнейшими темами для россиян как мне установили чипы чтобы я могла контактировать с инопланетянами или вот тоже актуальная тема дама не завидуй презервативам в тумбочке а соседний канал все лето тратил драгоценные государственные деньги таланты медийщиков чтобы выпустить сейчас как они анонсируют самый долгожданный в стране 22 сезон тайн следствия с изрядно постаревшими и потрепанными исследователями никак не способными победить криминал в северной столице может кому-то кажется что так победим в информационной битве закидаем западную информационную машину шутками из КВН с 80-летним ведущим время как говорит еще одна древняя ведущая новостей покажет такие дела всем доброго главным специалистом по русской и древней русской литературе можно назвать Дмитрия Лихачева советского и российского филолога культуролога искусствоведа это автор фундаментальных трудов посвященных истории русской литературы на протяжении всей своей жизни он был активным защитником культуры пропагандистом духовности и нравственности и это несмотря на те испытания которые были в его судьбе он был политзаключенным соловецких лагерей за доклад на студенческом кружке о старой русской орфографии вместе с семьей находился в осажденном Ленинграде но и в условиях блокады не прекращал научные деятельности в это время он написал брошюру оборона древнерусских городов он постоянно и везде трудился занимался исследованиями за что и был вознагражден уже в последующие годы он был неоднократным лауреатом госпремии сталинской премии был кавалером ордена святого апостола Андрея первозванного его работы составляют основу отечественной лингвистики часть из его трудов находится и в библиотеке Казанского университета Амирахтямов познакомит с ними и расскажет как Дмитрий Лихачев связан с Казанью Дмитрий Лихачев российско-советский литературовед искусствовед доктор филологических наук а также председатель российского правления фонда культуры Лихачев автор фундаментальных трудов посвященных истории русской литературы главным образом древнерусской и русской культуры автор работ по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы многие из которых переведены на разные языки он внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства круг научных интересов Лихачева весьма обширен от изучения иконописи до анализа тюремного быта заключенных мы в научной библиотеке Николая Лобачевского и у нас в руках две работы Дмитрия Лихачева это два очерка первый очерк называется национальное самосознание древней Руси очерки из области русской литературы с 11 по 17 века второй же очерк имеет название Новгород Великий этот очерк об истории культуры Новгорода стоит отметить что оба эти произведения были выпущены в 1945 году в Москве и в Ленинграде Лихачев отмечает что книга национальное самосознание древней Руси не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах 11-17 веков национальное самосознание в древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа поэтично и трогательно описывает Дмитрий Сергеевич свои прогулки по Новгороду в этом произведении неоднократно касается темы мирового значения культуры Новгорода тесно связан и с Казанью так в 1942 году он эвакуировался в Казань вместе с Пушкинским домом о жизни в Казани он вспомнил в письме адресованном казанскому журналисту Андрею Лебедеву в письме он описывал весь путь эвакуации рассказывая о дороге жизни в народе ее называли дорогой смерти столько на ней погибло людей он писал 24 июня 1942 года ехали до Казани дней 10 Казань поразила нормальный город с нормальным рабочим людям приветливым и заботливым встретили грузовики перевезли в здание университета в актовый зал и бывшую университетскую церковь дни проходили в бесконечных поисках еды получение пайков справок в различных регистрациях но жестоко к нам была только сама процедура получения всего этого жители же Казани старались нам помочь особенно когда видели как трудно нам перейти улицу подняться даже на ступеньку ожидать очереди интересно что на протяжении всех лет своей деятельности Дмитрий Лихачев являлся активным защитником культуры пропагандистам нравственности и духовности Амир Ахтямов Никита Акиншин КФУ Итоги недели Без памяти нет совести писал Дмитрий Лихачев На этой неделе мы отметили еще одну дату о которой не можем не упомянуть День Героев Отечества в России Свою историю праздник ведет еще с 18 века когда был учрежден Орден Святого Георгия Победоноста Им награждались воины проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость Его аналог Орден Славы появился в годы Великой Отечественной войны Статус высшей военной награды возвращен Ордену уже в наши дни в 2000 году Сегодня День Героев Отечества Дань уважения к тем кто удостоен почетных госнаград Звони Героев Советского Союза России Ордена Святого Георгия и Ордена Славы Всех Героев мы помним и чтим Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова